Мужик просыпается у охраненного похмелья. Кулова налита как чугуном. Руки и ноги не поднимаются, как будто чужие. Кое-как поворачивается на бок и кричит с отрывом протяжно. Шарик! Шарик! Подбегает пес, скулит, лижется. Мужик изо всех сил дышит на него и говорит, Ишчи! На первом съедании надо показать себя с лучшей стороны. Поэтому Маттёна взяла с собой термос с борщом. Ну до чего же у меня пес умный. Умеет говорить слово мама и тем самым себе колбасу зарабатывает. А наш как в дом бежит, сразу кричать начинает. Мама, дайте колбасы и попробуй ему не дать. Один мальчик пас овец и всё время кричал, волки, волки. На третий день волки не выдержали и пришли посмотреть, чего ему надо. Муж загадал желание на Новый год, чтобы жена стала экономной, а тёща умной. После боя курантов, жена выключила телевизор, убрала со стола кондяк, задула свечи, а тёща начала рассказывать подробности русско-турецкой войны 1877 года. Свекров говорит, а невестушка ты-то хоть скотинку покормила? Невестка говорит, а нет ещё, спит ваш сыночек. Молодой человек приходит к врачу и спрашивает, а доктор, вот мне всего 22 года, мои товарищи ходят в клуб и торчат там до утра, а мне это не интересно, что со мной не так? Врач говорит, ничего особенного, ничего страшного, просто у вас есть мозги. На свадьбе. Святитель говорит, а сейчас по традиции жених выпьет из туфельки невесты. Жених говорит на ухо свидетелю. Пятуха, ты что упупел? Ты видел её размер? Меня же от этой полторухи унесёт. Подписываемся, комментируем, лайкаем.